Субтитры создавал DimaTorzok Все началось еще в детстве. Меня отдали во второй класс сразу. Потому что я умел читать, писать, считать. И должен сказать, что я попал в сумасшедший дом. Советская школа — это не фунт изюма была. Всякая школа, я должен сказать, всякая школа. И по сей день вот где обучаются самые разные из всех слоев населения. Детушки — это сумасшедший дом. В Петербурге одно исключение — это классическая гимназия, основанная в Лурье. Это нечто особое. Я думаю, что Вагановское училище тоже — это все-таки отборные дети. Так или иначе. Ну вот один пример. Всем приказали принести какой-нибудь металлолом, который требуется. Значит, вода задыхается без металла. Ну где взять металлолом? Поискал я во дворе нашего дома. Никакого металлолома нет. На улицах тоже не валяется. Ну и пошел гулять на Марсово поле, где, как вы знаете, памятник жертвам революции. Но не тем жертвам, которым надо, а совершенно другим. И вижу я там металлические венки, какие-то совершенно ржавые, никуда не годные. Я страшно обрадовался. Повесил на одно плечо венок, на другое плечо венок, третий на шею и гордо явился с ними в школу. Был страшный скандал. Ну вот кое-как эта школа тянулась. И да, почему я это вспомнил? Потому что в квартире под нами жила семья Германов, писателя и ставшего потом известнейшим режиссером Алексея. И вот Леша Герман говорил, что с этого, собственно, и началось мое падение с этой историей с венками. Когда я подрос, у меня был совершенно феноменальный учитель, который был балтийский еврей. И еще в детстве ему очень не понравилось, что в Российской империи приходит околоточный, так сказать, проверять, все ли у вас благочинно. И он подростком через всю Европу бежал в Англию. Совершенно диккенсовская дальше история. Вот как-то он там встал на ноги, окончил университет в Глазго. И открыл английскую гимназию в Англии. От своей еврейской науки, талмуда и всего прочего, у него осталась феноменальная память на тексте. Например, Шекспира он знал наизусть. У нас была такая игра, можно было ему сказать любую строчку из Шекспира, а он говорил следующую по памяти. И потом, когда он стал старше, он решил, что в Англии плохой климат, и уехал в Италию и там открыл гимназию английскую. А потом, когда он постарел, он решил, что надо возвращаться в родную Латвию и там доживать. Как только он вернулся в родную Латвию, ее аннексировал Сталин. Его, конечно, посадили как английского шпиона. А он был настолько наивен, что говорил следователю, какой из меня шпион, I only want honesty and education. Мне нужна только... Меня интересует только честность и образование. А вот следователю ни то, ни другое абсолютно не было нужно. В общем, с невероятными приключениями он как-то что-то посидел, как-то вышел и, в общем, тоже стал потом мучить дедушек в Петербурге. Жили мы на Марсовом поле, угол мойки, дома Домини, так называемой. Сейчас эта квартира сохранилась. Отец мой был довольно известный в свое время филолог, пушкинист. Он, в общем, с теоретической точки зрения стоял на официальных позициях. Но человек был блестящий. В общем, никогда он никому зла не сделал. Его уважали все старшие его коллеги. И, в общем, у него есть две хорошие книги. Одна фактологическая по рукописям Пушкина, которые он изучал. А вторая, хотя там уже присутствует некоторая идеология, это «Уход и смерть Льва Толстого». Ну, все-таки он нашел много документов, свидетельств. Вот есть такая книга. Мама — биолог. Она работала в Рентгеновском институте, и она была у истоков открытия воздействия радиации на клетки и на человека. Это уже 50-е годы. Вообще, я очень увлекался театром. Даже ходил в театральную студию какое-то время уже в старших классах при театре Ленцовета. Но меня интересовал театр Таирова, театр Мейерхольда. Я читал их книги и все, что возможно об их спектаклях. Так что та система Станиславского, которая там преподавалась, она как-то не очень мне нравилась. После смерти Сталина к нам ринулись все театры и все оркестры, которые только есть на свете. Это была такая революция, культурная революция. И, в частности, к нам приехал театр с, наверное, последней классической французской актрисой Мари Белл. Это были пьесы Росина и Корнеля. Вот старая манера декламации вот этого классического театра. Такая очень распевная, очень сильнодействующая. И вот, хотя я уже французский тоже знал к этому времени. Тоже было домашнее обучение у меня. Вот как-то меня это настолько пленило, что я решил поступить на французское отделение в университет. Поступил. Но французское обучение стало там для меня похожим на то, что было соцсистемой Станиславского. Там учили с нуля, хотя, собственно, филология начинается где-то на гораздо более верхних этажах. Так что я, не оставляя французского отделения, которое потом мне очень тоже пригодилось, я стал заниматься на классическом. то есть заниматься латынью, греческим. А французское – это моя школа, которая тоже была очень хорошая, когда вот уже на более старших курсах там преподавали замечательные преподаватели, историю литературы и, главное, лингвистику. Вот отсюда пошла филология для меня. А, собственно, это уже в эспиранские годы. Я примкнул к тому, что называется Тартуско-Московской семиотической школе. Это совершенно блестящая плеяда ученых, в которую входили Иванов, Вячеслав Селыч, Владимир Николаевич Топоров и многие другие замечательные люди. Я стал ездить на эти летние школы семиотики в Тарту. В Москве со всеми ними общался, потому что в основном это были все-таки москвичи. И это сформировало и мое филологическое мировоззрение. И это был расцвет этой школы филологической, и не только филологической, но и историко-культурной науки в России. Во-первых, это были невероятно образованные люди, не только в области филологии, но и в истории культуры, культурной антропологии, как это называется, с невероятно широкими горизонтами. Потом они, в отличие от старой школы, опирались и на западную лингвистику, которая как раз вот в это время очень серьезно развивалась. И все это в сумме вот давало замечательный эффект. Ну, я продолжал немного заниматься и классической филологией, и более древней поэзией, лирической поэзией Древней Греции, Сафо. Может быть, применительно к трубодурам это в меньшей степени отозвалось. Я думаю, что лингвистические подходы действительно у меня полностью переформировались под влиянием этой школы. Ну, Жермунский был человеком абсолютно, так сказать, старой формации, куда входила огромная доброжелательность, невероятная вежливость. То есть он ко мне, по-моему, с пяти лет стал обращаться на «вы». Своеобразное произношение, он, например, говорил английский, ударение некоторые старые. И, конечно, это была сокровищница знаний, собственно говоря, всей европейской литературы в области лингвистики, да, и филологии он был скорее, и не скорее, а вполне представителем старой школы, но лучшего, что в ней было. Позвольте мне немножко похвастаться диссертацию о трубодурах и их языке, это моя первая книга, потом она вышла отдельной книгой. Я написал, когда он был уже в больнице, и он читал ее там по главам, которые ему приносила жена. И вот чем я хотел похвастаться, это то, что он, как она мне потом рассказала, меня называл мой Вениамин, то есть младший сын. Мне, конечно, было очень приятно. Второй мой учитель того времени, это был Иосиф Моисеевич Тронский, автор известного учебника, который по античной литературе, который до сих пор переиздается и не потерял своего значения. Когда я поступил в аспирантуру института языкознания, у него был домашний семинар по классической филологии. Так что все, кто в нем занимался, приходили домой. И я полагаю, что другого такого семинара нет на свете. Мы читали античные тексты, причем в таком порядке. Сначала делался лингвистический разбор. Каждому слову, которого еще не изучалось, требовалось подготовить его этимологию, то есть происхождение и связи этого слова с другими языками. Потом делался литературный анализ. И, если, так сказать, требовалось, какой-то культурно-исторический. Это был всесторонний анализ текста. Ну вот, и вот года два я к нему ходил на этот семинар. Потом он ко всеобщему горе умер. Чтобы это не выглядело хвостливо, не знаю, как это сказать, но... Я считаю, что есть какой-то ген конформизма и ген независимый. Ну, нет, достаточно одного гена конформизма. Если нет гена конформизма, то, так сказать, появляется без всяких генов какая-то тенденция к независимости. И вот чего у меня не было, это гена конформизма. И уже в университетские годы, когда я дружил с Бродским, я очень тяжело переживал его ссылку. Ездил три раза к нему в ссылку. За всем этим, конечно, следили. И потом второй, так сказать, крупный минус, который в то время за этим тоже следили, и эта информация копилась. В это время стали приезжать стажеры-иностранцы в обмен на русских студентов, которые уезжали учиться на Запад. Главным образом в Америку. Ну, туда уезжали, так сказать, совершенно благонадежные молодые граждане. А к нам приезжали, ну, вот те, кто хотели приезжать, и приезжали. А уезжая, они нас передавали следующим. В общем, у нас всегда водились вот какие-то эти стажеры. Некоторые остались друзьями на всю жизнь. И вот эти два фактора, и плюс еще, наверное, было много других, менее криминальных, привели к тому, что ну, вот эта история с аспирантурой, но все-таки тогда еще состоявшейся, следующим обстоятельством была эмиграция моей сестры. Я работал в институте языкознания, но, в общем, я Горького не любитель, но у него есть в этих его университетах прелестная сцена, где он в классе под столом держит книгу, которую читает, потому что ему очень скучно, учитель это видит, хватает эту книгу. Книга называется «Вор». И он делает следующий вывод. Раз ты читаешь книгу «Вор», значит, ты и сам вор. Вот то же самое было по поводу эмиграции сестры. Значит, распространился слух, что, значит, я и сам собираюсь эмигрировать, что совершенно не соответствовало действительности, потому что нам не остались родители, и я бы их не оставил. Ну, в общем, потом все это стало усугубляться. Восстание Благодаря вот этим приезжавшим стажерам, которые могли свободно получать через консульство посылки из-за границы книжной, конечно, посылки, у меня накопилась большая библиотека, то, что называлось тогда «Там издат». Значит, у нас был сам издат, это рукописи, которые печатались на машинке и передавались друг другу, а был «Там издат» это книги, которые издавались на Западе. Практически они всех были криминальные, уже одним фактом того, что это западная печать. «Там издат». были там, конечно, и архипелаг, ГУЛАГ, и все, за чем охотилось КГБ. Они хранились у одной старой дамы в ее платяном шкафу в двух чемоданах. И, наверное, лет 10 или 12 все было совершенно благополучно. Я к ней приходил, брал какие-то книги, другие клал на место, и была полная конспирация. А тут она стала умирать, и это надо было куда-то забирать. Я их отдал одному ненадежному, как оказалось, человеку, который был очень неосторожен. В общем, это все выследили, проследили, и тут уже все это кончилось арестом. Самое поразительное, что, когда позже были напечатаны дневники этой дамы, то оказалось, что она после войны была представлена к Ахматовой и была осведомительницей. Может быть, чтобы, так сказать, как-то конечно, она была вынуждена, но не всех, униждали, становились этим. Но так или иначе, видимо, она как-то замаливала эти грехи и вот я повторю, что это совершенно благополучно продолжалось много лет. Это мы к неблагонадежности. Вот видите, началась свинков, а кончилась антисоветскими книжками. у меня какая-то была такая было отношение, что я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Но это было, конечно, опроведчиво, но я не думаю, что я вел бы себя сильно иначе. Но должен сказать, что когда вот я первый день попал в тюрьму в КГБ, то я себе сказал, нечего из этого делать, как говорят англичане, big deal, то есть нечто, так сказать, из ряда, вон выходящее. это, наверное, много-много-много миллионный случай в истории Советов. Так что, ну вот, случилось то, что случилось. Я думаю, что сейчас мы вернулись абсолютно к тому же. А может быть, даже посильнее, чем это было вот в те годы увядающего Советского Союза перед Перестроечного. Я думаю, что сейчас это более серьезно. Это была политическая, не уголовная зона. Таких зон было три. Две на Урале и одна как она называется. К сожалению, у меня память очень своеобразно стала работать. Названия и фамилии, которыми я редко пользуюсь, они всплывают не сразу. Чистополь. Да. Так что, с одной стороны, там не было, так сказать, уголовщины и уголовного климата. Уголовники в обморк падали, если я потом рассказывал тем, кто прошел уголовную зону, что к нам обращались на вы. Вот. Но, с другой стороны, давление КГБ, конечно, там было гораздо, то есть, не гораздо сильнее, я думаю, в уголовных лагерях вообще. Ну, собственно, это такой, такой компот, что об этом можно целых два часа говорить. там было очень-то сильное продолжалось давление, потому что, собственно, у всех этих политических так называемых преступников КГБ в это время уже совершенно не интересовалась идеологией, кто что думает, кто что делает в этом направлении, если человек к ним попадал, у них была одна задача, это его разломать. Я на суде виновным себя не признал, прочитал ему полуторачасовую, по-моему, лекцию об истории несвободы, и значит, вот это для них был очень сильный прокол, и тех, кто, так сказать, не признал себя виновным и не сломался, они продолжали, как это называлось, прессовать в лагере. Ну, путь совершенно, так сказать, очень стандартный, сперва лишали ларька, это было пять рублей, можно было купить что-то в ларьке на пять рублей, тогдашних можно было, да, потом лишали переписки, потом лишали свидания, а потом уже высылали в тюрьму во Владимир, вот то, что Суперфильм, например, прошел. Ну, вот я дошел только до лишения свидания, а потом началась перестройка. Там проклятием была работа. Во-первых, она была очень монотонная, но бог с ней, а она время, время, время драгоценное, отнимала, но зато можно было выписывать журналы. Мы выписывали журналы, причем потом этот механизм повторился в перестройку, когда после советской цензуры стали печатать все, и журналы стали очень интересны, и толстые журналы, то просто знакомые договаривались, что вы подписываетесь на Новый Мир, вы подписываетесь на Звезду, вы подписываетесь на Знамя, потом обменивались этим, потому что все было интересно, а все выписать невозможно. Вот так и мы делали, но очень уж мало было времени на чтение. Это один выходной, и то норовили послать на какие-нибудь работы по, как это называлось, тоже слово у меня не выплывает, в общем, по улучшению быта. Это значит, что один день чистили снег, бросали на одну сторону дорожки снега, на вторую, тот же снег перебрасывали на вторую сторону. Так что со временем было туговато. Но я долго работал в кочекарке. Это очень тяжелая работа, надо расколоть смершийся уголь, уголь плохого качества, как известно, этот уральский. Мало кому известно, конечно. Потом топить эти огромные печи. Но все-таки если это быстро сделать, то оставалось какое-то время. На работу нельзя было ничего брать, но вот можно было в сапог положить какую-нибудь вырезку из журнала. Ну, часок тогда можно было почитать. Но зато я там написал, собственно говоря, книгу стихов. Вот все никак не соберусь издать. Все жду, пока я напишу что-нибудь сверхгениальное, а пока просто гениальное получается. А стихи я писал так. Я посылал их кусочками в письмах маме и писал вот какое интересное стихотворение прочитал в газете «Правда». Ну, и вот кусочками, кусочками, а мама потом их складывала, и потом получилась целая книга. Лежит в рукописи, но вот, конечно, надо уже собрать и старое, и новое. Бродский хотел написать предисловие, но вскоре после этого умер. Моя сестра была замужем за историком музыки, чтобы не говорить, музыковедом, Генрихом Орловом, который был учеником Михаила Семеновича Друзкина, замечательного историка музыки. А у него был брат Яков Семенович. И вот у меня случилась некая проблема, по поводу которой я хотел посоветоваться с кем-то старшим и мудрым. И вот сестра посоветовала мне поговорить с Михаилом Семеновичем. А Михаил Семенович сказал, что это не по его части, а надо мне посоветоваться с его братом, который был профессиональным философом, автором очень интересных сочинений и другом Абериутов, чьи архивы он, собственно, и сохранил. Очень мало было о них известно без него. И вот я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, а он сказал, ваши проблемы это пустяки. Давайте лучше почитаю стихи Веденского. И прочитал мне несколько стихотворений, в том числе знаменитую религию, которой я был совершенно потрясен. И вот как-то я стал к нему приходить, и он стал мне доверять. И вот я стал заниматься Абериутами. Во время блокады, когда Хармс был арестован, и началась блокада, И вот Яков Семенович, который очень серьезно относился к этому, он уже будучи дистрофиком и живя на Староневском, он прошел через весь город, нет, где он тогда жил, на Петроградской, после войны уже на Староневском, он в Петроградской, собственно, через весь город прошел в дом Хармса на улице Маяковского квартиру, этот дом был разбомблен, но он все-таки, квартира меньше пострадала, и архив был почти в целости. Он ходил туда с вдовой Хармса, Мариной Мальч, и они собрали, что могли, и он увез это к себе. У него это лежало до 60-х годов, и очень мало кто об этом знал, потому что он все еще верил, что, может быть, Хармс вернется из лагерей. Ну, вот, когда эта надежда исчезла в 60-е годы, тогда он стал, разрешил мне ознакомиться с этим. А дело в том, что архив Вединского, который к рук писем относился очень небрежно и никогда ничего не хранил, его интересовало только, так сказать, процесс сочинения, то он входил в состав архива Хармса. Хармс, который это знал, старался у него его вот свеженаписанные рукависти взять к себе. И потом, когда я ездил уже по заданию Друзкина в Харьков, то там очень мало что нашлось из рукописи, почти ничего. Вообще никто вообще в Харькове, в Харькове жена, конечно, знала, что он что-то пишет, но он ей никогда ничего не показывал из того, что он писал серьезного. ее круг, когда я стал читать стихи Веденска, это было для них взрослая стихи Веденска, это было открытие, они думали, что вот он какой-то детский там поэт для зарабатывания денег. А кто он? На самом деле они просто не знали, потому что Харьков Веденский ни с кем этим не делился, он ездил время от времени в Петербург, в Ленинград тогдашний, и вот, возвращавшись в свой круг, знакомил их со своими новыми произведениями. Вот тогда-то Харьков и старался это ухватить, чтобы сохранить. Первая цель была просто это, ну вот как теперь информатизируют, так тогда просто перепечатывали на машинке. ну сейчас можно из файла сделать сколько угодно копий, а тогда на машинке получалось четыре, уже пятая, шестая, это уже были слабенькие. Вот, и пытались мы найти возможность напечатать в библиотеке поэта, где работали, в общем, очень симпатичные люди. Один из них как раз примакал к Тартовской школе, Борис Егоров, друг Лотмана. Он тоже был в рит коллегии библиотеки поэта, и там готовился такой том поэзии 20-30-х годов. И вот туда была сделана большая подборка Введенского, большая подборка Хармса. Были уже верстки, но благополучно это оттуда выкинули. Вот тогдашняя цензура. А Яков Семенович поначалу не разрешал печатать за границей. Он считал, что это повредит издание в России, на которое он все-таки надеялся и которое было для него бы гораздо важнее. но в общем когда выкинули это из библиотеки поэта, то он сказал печатайте где хотите. И вот тогда Карл Элиндея профер, которые регулярно приезжали в Россию и дружили с Бродским, они собственно его и вывезли потом. вот никакого труда не стоило с ними договориться о том, чтобы сделать двухтомный Карл что и состоялось. Который я подготовил с помощью Владимира Эрля покойного, поэта и издателя многих текстов. в частности он издавал поэта, тоже сделал издание поэта, который мне не близок, а Ронзона. Помню, как я передавал в рукописи этих домов. в американском посольстве работала в культурном атташе одна дама необычайно высокого роста. И вот она мне насточила свидание в кафе поблизости от консульства. Конечно же за нами следили, за ней вернее. Но как-то в общем тем не менее я ей там под столом передал эти папки. это прошло благополучно. Вообще я должен сказать, что я человек не архивный. Конечно мне пришлось в архивах и работать. Но мне многое не нравится в архивном деле. То, что туда попадают документы очень часто случайные. И по этим случайным документам вот как-то нужно восстанавливать личности, творчество человека. Получается часто какая-то аберрация. Во-вторых, вообще так сказать это архивная пыль удручает. Знаете, я всегда в связи с архивами вспоминаю анекдот про грузина, который ездил в Москву. Он вернулся и его соседи начинают расспрашивать. Ну, что в Москве? В ГУМе ты был? Нет, зачем мне ГУМ? В Большом театре был? Ну, вот еще пойду в Большой театр. Ну, а в Мавзолее уже самый главный вопрос. В Мавзолее это был? Он обижаешь, я сто рублей заплатил, мне в номер привезли. И вот я вспоминаю это потому, что Яков Севенович мне давал архивы, по частям архив домой. И тут мы с Арлем брались за работой, за работу. Знаете, я специалист по микроактрите. Например, в области классической филологии мне кажется, что я открыл значение мифологическое, мифопоэтическое, если его называть, одного загадочного термина. Сафо часто употребляет термин, выражающийся редким неологизмом, но значение, которого снова, опять. И вот в западной науке как-то на это особенно не обращали внимания, да и в нашей, но это вписывается вот в ту категорию вечного возвращения, на которой написаны книги Мирча или Элиады, например. И вот это, поскольку это очень ранняя поэзия, этот термин, конечно, является своего рода представителем этого мировоззрения. На это не обращали внимания. Я немного горжусь, что этим занялся. категория вечного возвращения представлена во многих мифологиях, в частности, в индийской, где богиня Кали 300 тысяч лет творит мир, потом его разрушает и начинает снова творить. это самый такой представительный пример, в более специальном виде. Это, конечно, присутствует и во многих других мифологиях. еще одно микрооткрытие связано с библейским пассажем, где после, вернее, перед тем, как наказать Содом, жители которого совершали всевозможные грехи, ангел выводит Лота и его семью из этого города и запрещает оглядываться. Оглядка тоже важный термин, тоже, кстати, связанный с возвращением, с вечным возвращением. И вот все идут, как полагалось тогда ходить. Впереди муж, за ним жена и так далее. И жена Лота нарушает этот запрет. Она оглядывается и зачту превращается в соляной столб, о чем у Ахматовой есть стихотворение. И вот там есть тоже загадочное слово, которое буквально переводится «И Лотова жена позади него оглянулась». Оно грамматически не очень хорошо объясняется. А объясняется оно, как в конечном счете выяснилось. есть такая конструкция в древнееврейском языке, когда можно пропускать сказуемое, которое слишком очевидно, то есть идя позади него. Но на это никто не обращал тоже внимания. Объясняли это и так, и сяк. но опять же это имеет очень серьезное возвращение. Мотив оглядки тоже, тоже это очень серьезный и большой мотив. Ахматова тоже очень у Ахматовой, у которой много архаических мотивов, тоже часто повторяется мотив оглядки и мотив повторения. Слово снова часто у нее возникает в стихотворении про Данте «Этот уходя не оглянулся», так говорится. Это моя песня пою. Он и после смерти не вернулся. Вот мотив вечного возвращения. Пожалуйста, этот уходя не оглянулся, он и после смерти не вернулся в Флоренцию свою, этот уходя не оглянулся, этот уходя, этому я песню пою. у нее очень частотно повторяются вот эти два мотива. У меня огромный интерес так сказать библейской филологии, к древнегреческой поэзии, вообще к поэзии любой, любой поэзии, которая имеет для меня ценность, мне хочется ее разгрызать, заниматься, находить смыслы. Вот вы спрашивали об открытиях, но вот мне кажется, что я нашел ключ к нескольким стихотворениям Мандельштама. Ну вот буквально недавно был по Зуму Мандельштамовский очередной семинар. Вот это был разбор одного единственного стихотворения. Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал как чистый бриллиант. Ну в общем-то одну сонату дальше одну сонату чудную твердила наизусть. Заученную в хруст, но делали не в строчках. Вот и все так сказать думали и гадали об этом стихотворении. Но если знать последние произведения Шуберта, то там очень часто вот это размер, который в России соответствует, в русской поэзии соответствует так называемому кольцовскому размеру. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А у Шуберта это музыкальная тема многих его последних, и в том числе и сонат, и других произведений, скажем так, начинается подобным образом «Зимний путь» Шуберта. Ну вот, для этого нужно было заглянуть в музыку. Вот об этом, кстати, я еще не написал. Ну вот, у меня есть такая работа о стихотворении загадочном, загадочном стихотворении Мандельштама «Внутри горы безмолвствует кумир». Мне кажется, я нашел его мифологические истоки. так сказать, спящем в горе царей или каком-то мифологическом существе. Ну вот, поэзия, собственно говоря, на старости лет это мой главный интерес, и мне его более чем хватит. филология состоит из очень многих компонентов. Самые внешние, но тоже уходят в невероятную глубину, это лингвистика и история литературы. лингвистика кроме того, что она позволяет многое открыть в текстах, это необходимая часть изучения литературы. Кроме того, она, в принципе, каждый должен был бы заниматься лингвистикой, чтобы, собственно, язык знать и понимать более глубоко. Я думаю, что об этом очень много говорит покойный Андрей Анатольевич Зелезняк. В принципе, язык имеет невероятные глубины, уходящие очень далеко. Мы можем проследить языки только с начала появления письменных текстов. Это по сравнению с существованием языков самих очень небольшой период. Ну, вот сколько можно, вот, крайне желательно доходить до этого. Ну, конечно, так далеко могут уходить только специалисты. Ну, хотя бы, так сказать, вот, каждому носителю русского языка иметь какое-то отношение к славянскому, старославянскому, языку крайне рекомендуется. Ну, вот, люди старших поколений, они все-таки слушают церковную службу, имели какое-то соприкосновение со старославянским. Теперь это практически кончилось. связь. вот, это действительно какая-то очень важная часть не только культуры, но и вообще сознания. Язык же. Это еще один колоссальный вопрос, связь языка с сознанием. Но об этом многое писалось. язык как форма сознания, язык как определяющий сознание. Вот. Но история литературы это наше богатство. Дело в том, что совершенно фатально то, что перестали, молодежь перестала читать. совершенно фатально, потому что кроме того, что литература это вообще часть культуры и часть человеческого наследия, дело в том, что в книгах заложен колоссальный опыт людей, думающих, чувствительных, к так сказать, положению человека в мире, но ведь тех же наших классиков, которых человек за жизнь, за жизнь просто человек не успеет получить этот опыт, если он не будет читать Толстого, того же Достоевского, которого я гораздо меньше люблю и ценю. и вообще литературное наследие. Труст великая сокровищница всего и эстетически, и этически, и философски, чего угодно. Замечательно об этом говорил, и это записано благодаря близкому моему одному энтузиасту. Мамардашвили, замечательный философ, для него главным писателем был Пруст. вот, так что призывы ничему не помогут, но кто это горький, кажется, говорил, что-то книга, что-то какое-то у него выражение есть про книгу. Но это его не спасло от негодейства на читатности. Знаете, мне огромное удовольствие доставляли и рассказы Жермунского Легевого, когда он посвящал меня провансалистику наука в Трубадурах. Провансалистик, потому что они писали на старопровансальском языке, ныне почти потерянном. То есть, во-первых, он превратился в новый, в новопровансальский, во-вторых, и этот-то почти пропал, потому что Франция, империя, которая боролась с национальными языками. это теперь в Британии пишут названия на двух, улиц на двух языках, французском и бретонском, которые уже никто не знает, почти, ну, кроме, может, досталось два старика, которых никто не знает это не понимает. Вот. Лекции, не лекции, а вот эти занятия Тронского, о которых я рассказал, да и само занятие древнегреческим, моим главным учителем, таким, собственно, языка, была Софья Викторовна Полякова, тоже человек замечательный, старая школа. Она была близка с... Не сразу у меня, даже очень хорошо мне памятные имена, не сразу они выплывают из памяти. Выплывет, конечно. Но, в общем, она была замечательна на таком древнегреческом и была специалистка. Она была, собственно, по среднегреческому византийскому языку. Много перевела с греческого и византийских произведений, романов. Опять-таки, было очень своеобразно это мое изучение древнегреческого. с этим сообществом старых дам, куда входила и Надежда Инойна Рыкова, переводчица замечательной, меня познакомил Геннадий Шмаков. Это был такой блестящий человек, тоже ученик, классик, филолог, прошедший эту ленинградскую школу, переводчик, переводчик стихов, необычайно образованный человек. Другая его страсть, к которой он тоже меня приобщил, это был балет. Я не знаю, вы знаете, что я много занимался балетом, у меня есть книга разговоров с балетными людьми за границей главным образом вышедших из круга Дягилева. Ну, собственно, дягилевская балерина там только одна в это время была жива, но, так сказать, второй акт дягилевских балетов, постдягилевских, еще было много живо, и танцовщиков, и глибмейстеров, у меня есть целая большая книга разговоров с ними. Но это по поводу Шмакова, который дружил с Барышниковым, дружил здесь, дружил там и с многими другими балетными людьми. Существует такое глупое мнение, что танцовщики дураки. Они вот там машут ногами и руками, ничего не читали, ничего не знают. Это полное заблуждение, подобно тому, как вот карате и тайчи развивает не только мышцы и так сказать, специальные жесты, но и мозг, точно так же, как балетная подготовка и практика, которая имеет эстетическое измерение, оно, безусловно, развивает и мозг. Так что, я очень много встречал балетных, очень умных и понимающих людей. Но это апропо. Короче говоря, вот Шмаков познакомил меня с этой семьей и буквально вот в первые же недели, кажется, я уже это говорил, занятий французским, на французском отделении, вернее, университете меня страшно разочаровали, потому что это было очень элементарно все, настоящее, так сказать, обучение началось на третьем курсе, кажется, я это уже говорил. Ну, в общем, когда я пожаловался на это Софья Виктория Полякова, она сказала, ну, так идите ко мне, я вас буду греческому учить. И у нас была группа из двух человек, такой, ныне покойной, Гиллиан Прохоров, который стал потом заниматься древнерусской литературой и ее связи со связями с византийской. Поэтому первый год мы просто учили русский язык, а второй язык это было очень причудливо, поскольку Прохоров, так сказать, официально был учеником, а я был пристегнут к нему. Мы начали читать византийские хроники, царские. Они писались на древнегреческом языке, поэтому все это было очень полезно, но очень причудливо. Ну, а потом я стал уже ходить на регулярные занятия на классическом отделении, где тоже были блестящие, потрясающие филологи. Вот ругают университетское обучение, которое сейчас, конечно, совершенно не то, какое было. В советское время оставались еще великолепные педагоги. Единственная слабость была идеологические предметы. Там марксизм, ленинизм, никто же к ним серьезно не относился. Как-то сдавали на тройку кое-как. И ну, это была такая повинность о педагоге были многие замечательные. Это замечательно было. Владыка Антоний принимал каждого человека, даже с которым он не был так уж безумно связан, принимал как самого близкого ему человека. И вот когда у меня случилось крупнейшее несчастье в моей жизни, я не буду об этом говорить, но вот я пришел к нему в Лондоне, перед этим написал, что вот я буду короткое время, хотел бы к нему прийти. Он не ответил, потому что он получил безумное количество писем, но я этого не знал, так сказать, ожидал ли он меня, не ожидал. И вот после службы он выходил, так сказать, сбоку такая пристроечка, я вот туда зашел, и вот когда он показался, мы были уже знакомы, и вот я вижу необыкновенно приветливый жест, потом вот когда мы ушли, уже был личный разговор, я спросил получили мое письмо, сказал нет. А вело на себя как будто я был вот самый главный его гость. И вот когда я ему рассказал о проблеме, это нечто подобное того, что с Друзкиным было. То, что я вам рассказал. это знаете, он ничего не сказал. Но он смотрел на меня на протяжении наверное минут трех или пяти полчаса. За это время что-то во мне переменилось. И я уже смог с этим справиться. Я бы не сказал, что это какое-то мое личное открытие, но мы очень любим отвечать на вопрос по поводу нашего вечного безобразия. Любим находить причины в истории. Они, конечно, есть. Но если посмотреть глубже, конечно, об этом писали, я уже так сказать, как-то в готовом виде, просто сосредотачиваясь на этом. Прихожу на старости лет к очень скептическому отношению к Homo sapiens как виду. Конечно, собственно говоря, человек, конечно, очень древнее существо, с возникновением языка, с переходом на оседлый образ жизни, он все-таки очень много сохранил из того, что у него остается от животного мира. это и захват территории, это нетерпимость к чужому, это классическое антропологическое противопоставление свое-чужое, и, скажем, в Древней Греции при всем ее невероятном, при всей невероятной высоте ее и философской мысли, и культурной, там не было понятия доброты доброго человека. Добрые люди, конечно, были, но такого философского понятия или религиозного доброты не было. И были страшные войны, бесконечные. Все империи воевали без конца друг с другом, может быть, пострашнее, чем сейчас они были. и примерно к рубежу где-то раньше, где-то позже в Индии и раньше с Буддой и с буддизмом, чтобы как-то попытаться это положение исправить и вытащить человека из этой ямы животного наследия. Вот возникли мировые религии. Иудаизм гораздо раньше, но там этический момент тоже очень присутствует. Но он дал христианство самую высокую, может быть, меру морали этическую. В Индии это был Будда, Будда был сразу нацелен на изменение личности. А христианство имело несчастье быть принятой массовой государственной религией, к чему он совершенно невозможно. Так что он немедленно, не немедленно, но в конечном счете стал вырождаться в такие государственные религии, в инквизиции, крестовые походы, то есть свою противоположность. И только редкие подвижники пытаются исполнить заветы Христа. Собственно говоря, только религия и культура и могут делать какие-то изменения с человеком.